МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город Воркута расположен за полярным кругом на 67-й параллели. На его территории проживают представители коренных народов Севера – коми, ненцы и ханты. Эти люди сохранили традиционный кочевой уклад жизни, которая совсем не похожа на нашу. На протяжении года они пасут оленей стада в предгорьях Полярного Урала и на побережье Северного Ледовитого океана. А потому что они на море, если съездят, они приезжают, у них рога побольше становятся, в рост как будто сразу даются, шерсть лучше меняют. Большинство оленеводов работает в производственном сельхозкооперативе. У них есть трудовые обязанности, зарплата и социальные гарантии. Павла Литкова всю жизнь провела в тундре. Она чумработница, то есть хозяйка чума. У оленеводов это считается профессией, с соответствующей оплатой и записью в трудовой книжке. Недавно Павла вышла на пенсию, но продолжает помогать семье управляться со стадом. Стадо мы гоним до реки Кары. Потом мужчины, женщины практически там недалеко от реки Кары, летние места у нас есть, а мужчины еще с палатками до побережья прямо Карского моря едут. Это пазбище, во-первых, там летние у нас, там меньше мошки, и олени же, они же никак коровы, они на одном месте не живут, им все время надо новые и новые места. Станислав Кондыгин – оленевод-частник. Много лет проработал в совхозе, а теперь ушел на вольные хлеба. У него есть собственное стадо – около 700 оленей. Семья Станислава живет натуральным хозяйством. В этом году, да, весна хорошая. Все-все олени упитаны. И телят, и быки, и хоры. Все-все. Здесь уже. Сейчас сегодня у нас как так число, май-июнь. Сейчас 20 июня. Все, уже олени, все как осенние олени. У всех жир, все. И у телят даже жир. Такими оленями, да, можно. Всю зиму пройти, и как еще. Лето сейчас откормим хорошо, и проблем не будет. Уют в чуме обеспечивает жена Станислава – Оксана. На ее плечах обычные домашние заботы. Стирка, уборка, приготовление пищи на всю семью – мужа и шестерых детей. Если случаются гости, оленеводы с соседнего стойбища, они тоже не должны остаться голодными. Вот только ни водопровода, ни стиральной машины, ни электрической плиты здесь нет. В плохую погоду я ставлю печку, ну, так как сейчас солнце, жарко, ну, как бы, без печки. А когда холодно, ставим печку, ну, как бы, более другой образ получается жизни. А вода, как бы, мальчишки приносят, вот, они фляжками, там, по 40 литров, по 30. Вот, наберут много воды, и я вот стирку устраиваю, ручную, правда. Несмотря на суровые условия, оленеводы не спешат менять кочевую жизнь в тундре на тепло городских квартир. Снег тебе в лицо, дождь, снег, ну, в лицо, когда холодно, пальцы застывают. И тогда мысли приходят, да, надо было дома сидеть, дома хорошо, что ж таки. Ну, а все равно мы бы, как бы, с детства выросли в тундре, я так считаю, все равно тянет в тундру. Какая бы она там суровая ни была, я так считаю, да. Пока есть здоровье, позволяет ездить, я думаю, что буду ездить, да. Я живу для оленей, ради оленей, чтобы олени хорошо питались. А сам, что я устану, да, люди говорят, ну, куда ты так едешь, да. Порой дети устают. Я детей, вот, с 3 часа утра, 2 часа утра, все уже, ну, почти ночью я обужу детей, все, давайте, детки, вставайте, поехали. Детки довольненькие, встают маленькие, все равно улыбаются и поехали дальше. Они уже привыкли у меня, да, к этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова